Добрый день, дорогие гости канала RazeLand И это вторая серия по Foundation, где мы строим свое великолепное государство Начиная от маленькой такой вот писюлечки У нас уже вот такое поселение за первую серию Так, как я и говорил в предыдущей серии, мы будем строить сегодня Давайте дадим людям веру, то есть будем строить часовню И я думаю еще построим какую-нибудь рыбацкую деревушку Вот здесь вот по берегу То есть как только мы дадим людям веру, люди начнут превращаться в мещан И у нас откроется множество новых зданий В том числе и рыбацкая хижина Так что поехали, поехали развиваться Так, в первую очередь, наверное, остановим Попробуем начать строить Ух ты, она большая Так это еще не нужно будет пристройки Я думаю, надо выбрать, где мы ее установим Есть такой вот остров и это было бы великолепно, что люди бы приходили именно туда чисто на службу Но я думаю, вера должна быть доступной И чтобы люди могли приходить и жаловаться Или наоборот делиться какими-то хорошими новостями После рабочего дня Чтобы это было недолго от дома Поэтому в центре, мне кажется, это будет самое то Самое то Я в этом уверен Так, мы немножко вот так поднимем Слишком большое я строить тоже не хочу Ну, не знаю, куда Так, ну-ка Малая башня Она выглядит вот так Малая башня B Угу, угу То есть это, видимо, камень требует А это дерево Ну так как у нас часовня вся каменная Я не вижу смысла какого-то дерева тут ставить Ну-ка Нет, часовню А, эту башню поставим вот так Чуть ее приподнимет Все-таки башня Наверное, еще чуть-чуть Вот Или высоко Вот-вот, самое то Я колокол Вот так, чтобы его было видно всем Со всех сторон Да, класс Так, поставить деревянный крест Сколько их должно быть? Несколько мест для него Ну так вот пойдет Пойдет Неплохо Так Входа Дверь А В Отстой какой-то С Ну-ка так Слушайте, мне кажется Это действительно настоящая часовница Я бы жил в таком доме Я не понял, почему мы начали С того, чтобы дать людям религии Нет, надо построить себе Свой Может быть только подвинуть Сейчас А, можно было вот так Ага Во, во, замечательно Вот так вот Ну-ка, если развернуть Не-не-не-не Не-не-не Вот так Девяносто камня Сорок пять досок 16 инструментов, офигеть офигеть, ладно поехали фух, я не знаю, сколько времени у них займет на строительство этого здания они вообще будут? у них вообще есть желание его строить? скажут, ууу, чувак не, спасибо спасибо, мы переживем так, далее, хочу заняться немножко декором, добавить рынку продукты, пускай будет зеленый навес слушайте, она же должна вроде как пристраиваться ну ладно ладно, пусть будет так так, и украсим немножко у нас есть элементы декора декоративные кусты посадим их вокруг наших колодцев потому что, ну, люди постоянно колодцам подходят пускай радуются пускай радуются о, какие у нас красивые колодцы попил воды получил, там, не знаю удовольствие красоту поглазел порадовался жизни и дальше за работу дальше за работу после работы пошел на рыночек что-нибудь купил принес домой вот, пока жена готовит сходил в часовню да, тут вообще паб будет какой-нибудь не понял что такое тоже это видите я ничего не хочу сказать но после я думаю каждый житель моей деревни точно поверит поверит в какие-то внешние силы их два их что это ладно ладно отбросим фух а то забанят не будем ничего про это говорить пусть будет так так нужно больше досок значит больше дерева и что у нас здесь двое носит замечательно по камню заняты все остался один житель без работы ну появится появится у него работа в этом нет ничего страшного что у нас по гостям пока эмигрирует все нормально у нас получается 24 крестьян нам нужно нужно достроить эту церковь чтобы люди начали превращаться в мещан ускорим на двоечку ух ты три путешественника проходит мимо вашего поселения и все трое решили присоединиться к вам знаете я их понимаю проходя мимо этого великолепного тихого местечка где их жители счастливы на ноль я бы тоже остался блин воздух свежий красивые деревья дома сразу строят как только ты приходишь кстати насчет домов что у нас по зоне живой зоне так ну-ка добыча надо это тоже вырубить так по живой зоне у нас здесь будут рыбацкие хижины я просто не знаю в каком объеме они производят рыбы может быть нам нужно будет не одно а вот все заполонить рыбацкой хижиной тем более что рыбу неплохо бы наверное и продавать так пока не требуется мы жилую зону увеличивать не станем как только попросит что-нибудь придумаем офигеть ну это чтобы можно было в колокольник заходить прикольные леса все как в реальной жизни на самом деле на стройке сейчас 21 века леса гораздо хуже чем вот эти обычно это какие-то странные трубы которые шатаются влево-право все падает а это такая настоящая конструкция только ее бы можно было в дом превратить офигеть никакое землетрясение не страшно мне очень нравится строительство так ну очень красивая архитектура такие домики только я не пойму что-то типа польской или не знаю хохлядской какой-то деревушки да ой хохлядской украинской простите простите казачьей какой-нибудь деревушки очень красиво там двум жителям уже не хватает домов ну попробуем увеличить зону вот так вроде хватает места все отлично так у нас очень много безработных очень много людей прибывает начнем тогда строительство вот здесь вот хижины собирателей я думаю как мы поступим паузу здесь у нас будет хижина собирателей здесь же поставим амбар здесь поставим хижины рыбаков здесь будет нас тоже получается собираться и ягоды и рыба единственное я не знаю будут ли они между собой спорить по ягодам вот это вот место и то да у меня в этом вопрос поэтому посмотрим проследим так увеличим ну что там ух ты почти достроили слушайте какая красота получается да это кстати единственное каменное получается здание это здесь какая-то глина походу используется дерево да это прям из камня такая монументальная слушайте она простоит нас сожгут а часов нечего будет стоять заканчиваем строительство класс оп сразу один верующий так назначим работника не вижу не вижу ребят сейчас секунду прист нам никого ну не понял ладно сейчас сейчас проверим может быть типа она еще не знаю может быть они выберут из самого лучшего верующего он станет пристом найдет свое призвание так отлично ваши жители достигли нового статуса мещания молочная ферня сыроварня пекарня дорожный указатель ферма пшеницы и ветряная мельница доступны новые постройки супер так а что у нас по хижине рыбаков алло алло хочу хижину рыбака так тогда 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 начнем с молочной фермы с ветряной мельницы сколько она еще 200 золота офигеть ферма пшеницы мельница слушайте ну тогда вот здесь мы будем строить амбар здесь будем строить и ветряную мельницу и ферму пшеницы и пекарню вот здесь тогда это будет у нас получаться мука пшеница и хлеб оно займет три места в амбаре вот мука пшеница хлеб и еще будет рыба тогда ягоды придется отсюда тащить туда да ничего не поделать с этим сложно сложно ну что ж будем как-то выкруть печется так хижина собиратель завершена сразу троих отправим хотя сколько у нас людей много чуть я отправил пока двоих отправим ребят вы хотели веры почему нет ни одного верующего оп один есть два ух ты пошло пошло дело видимо колоколы делают свое дело зазывают величие растет после того как мы построили украшение а вот точно эти нам здания дают звездочки величия и получается тадам класс по миссии лорда так будем идти поступательно ту-ту-ту-ту-ту ту-ту-ту-ту-ту-ту честно говоря я не знаю много я мало строю пока построим три и разберемся как они будут работать что они будут давать странно на одно и то же тыкнул хорошо хорошо эмиграция через пять дней я думаю после этой эмиграции мы ее приостановим и никого пока пускать не будем а то все потребуют новые дома и я место пока я не представляю что с этим делать и как давай ты без работы будешь странно вроде снял человек с рабочего места он не хочет лесоруба понятно ладно очень хочешь быть собирателем и собирателем ладно видимо он чувствует свое призвание в этом о это ребята улучшают свои домики домещан класс посмотрите на эту красоту такие знаете минимальные изменения то есть дома чуть-чуть выросли где-то в полтора раза но сверху еще уже такие там перекрытия прикольные у них тут винишко где-то нашел видимо брагу свою гонит из ягод миграции три дня развиваемся деревушки строятся хижины рыбака часовня часовня до всех достает все так как крупное у нас получается так амбарчик сразу поставим амбарчик поставим вот так приоритетно строительство чтобы быстрее бы его построили и все торговля пока что нам ничего ничего не нужно что по ветряной мельнице она стоит 200 золота золотом вроде бы проблем нет сейчас накапает и построим ветряную мельницу блин как быстро все развивается может быть поставить на первую скорость а то я не успеваю за всем следить промышленная зона у нас как-то уходит на берег обычно на берегу наоборот какие-то крутые здания но нет пускай все выбросы будут сливаться в реку и потом течь сюда они будут скупаться в этом всем ну как обычно бывает да вот это в каждом городе то же самое где-нибудь в устье находится какой-нибудь завод который сливает все а вы дальше по реке такие купаете счастливые да в этих всех отходах так все двое путешественников присоединилось заканчиваем эмиграцию на некоторое время без работы ну ничего сейчас он построится работа будет в достатке не понимаю не получается что снять с рабочими стрелями он должен донести ягоды и потом снимется ну сейчас разберемся вот часовня снова служба класс пока все эти мелочи происходят что у нас с декором хижина рыбака достроилась прикольно такая я правильно сделал у меня такое ощущение что я его не той стороной установил сейчас проверим когда человечек сюда придет будет ли он работать это вот этот теодорич принято понятно как ты генри будешь рыбаком ребят бегите быстрее мне очень интересно это работает или мы или я неправильно поставил здание слушайте у меня нет пока что образования пока что чуть-чуть осталось а скоро будет но по суточка бежит да смотрите погода отличная чтобы порыбачить иду сажусь лодочку а что это он походу прист он наш будущий прист в церкви я нашел его что я тут я походу невравильно снести 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 ну-ка блин а он будет приносить что происходит ну-ка генри да и он приносит рыбу на самом деле из-за того что я вижу это будет происходить гораздо дольше и поэтому нам скорее всего придется перестроить по-хорошему придется перестроить блин вот облом вот облом так пшеница нет ветряная мельница так посланник просит аудиенции милорд нам нужно выбрать кому мы хотим помочь рыбку дать так у нас есть очки короны то есть мы уже можем что-то делать от церкви дополнительные элементы малая каменная стена церковь бонус к торговле о бонус к торговле круто я помогу духовенству 60 дней я думаю за это время мы сами добудем рыбу если правда построим эти здания снова ребят разгоняемся да ошибки случаются не без них так двум жителям не хватает дома домов обозначим зону вот так вот на самом деле это сильно взял вот так им хватит потом надо будет заниматься лесопосадкой ну леса пока достаточно проблем с этим здесь нет потом займемся лесопосадкой если что можно будет докупить так что у нас поэта хижина рыбака скоро построится по рынку он у нас получается сколько берет по-моему ничего не берет вот я об этом говорю он видите сразу прикрепился и все до этого так не хотел вот так у нас будет две вывески не хватает дерева и золота окей сейчас наберем построим ясное дело дерево уходит нам нужно строить хижины я заранее построил еще одну лавку потому что в одной лавке можно продавать лишь один продукт то есть если в этой у нас продаются ягоды в этой будет продаваться рыба много безработных в строителей что ли отправить да нет шесть строителей один торговец нет вроде люди покупают покупают все хорошо очень странно у нас торговец какой-то он не качается и ничего бесполезный какой-то торговец может быть просто это не его может быть джейн попробуй ты поторговать так огромное количество досок можно начать и их может быть тоже реализовывать отлично достроиваются достраиваются хижины прикольно сложно сразу паруса такие для мельницы веревки класс прикольно а джон да он у нас рыбак все правильно мешать они друг другу не будут ведь все вот теперь он теперь он на лодочке хорошо может быть больше из-за этого рыб будет приносить или просто это был баг по идее он не должен был ходить по воде я конечно не эксперт но мое мнение таково люди просто так по воде не ходят так назначим насильщика ячейка сразу рыба не будем начинать строительство сейчас закончат и пустим вход чтобы дерево везде хватило здесь оно его в достатке а вот тут я не уверен а здесь тоже в достатке туда можно запускать строительство а не потому что уже там на площадку принесли принесли дерево деревянные элементы так что они уже считаются как в производстве а сюда понесут со склада то есть как только здесь будет дерево хватать они понесут туда усё 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 отлично достроили что у нас по работе остался один безработный который пойдёт на мельницу сейчас посмотрим сколько там нужно человек если больше то уже откроем доступ можем отправить духовенству прекрасно блин это так классно отлично сейчас как раз он рыночек достроит мы запустим продажу рыбы для наших граждан и наконец-то они будут кушать не только вкусные спелые ягодки но и рыбку а это кальций а это силы а это энергия и мы будем расти ну или все подохнем от какого-нибудь рыбьего гриппа не без этого хватай денег на ферму пшеницы тут прекрасное для неё место так нужно пускать людей сразу эмиграция разрешена когда мне будет хватать людей ага сюда муку производить муку из пшеницы вот я дурак надо было сначала ферму пшеницы построить баран-баран-баран-баран простите бывает затупил почему не просто расположен пекарня пшеница ветра мельница снизу вверх ладно рыба собирается ну достраивай так можем уже назначить торговца ну-ка виктория ты будешь у нас торговец ещё один кстати посмотрите назначил её на торговца и она такая ура я буду торговцем я не буду на ветерной мельнице пахать я буду стоять под классным красивым козырьком и просто продавать людям так менеджер по продажам ау народ у меня офигенная рыба дешевле чем напротив ой я забыла напротив нет рыбы все ко мне так а чего не нарисовано рыбка ягодки хлеб отлично миграция через один день дополнительный элемент у часовни посмотрим ну пускай я не знаю будет там гробия как-то здесь что ли пристройки какие-то ни к чему кстати не прицепляется не хочу парочку каменных надгробий поставим вот так вот люди могут прийти помолиться пойдет а это может начать строительство на жесть ничего не надо все в порядке все в порядке о ребята улучшают свои здания потихоньку сколько это дерево нужно ладно они бы не сносили хотя бы а это они сносят сносят здание строить его заново ну это же нелогично нелогично ребят нужно просто пристроить вот есть маленькая деревушка опчик пристроил стены снес все дополнительная комната блин инструменты кончились все ясно докупать до значения давай 15 всего нам этого хватит чё по рыбе панель ресурсов рыба 65 рыба все начинаем продавать здесь рыбку и каждый гость ну-ка тебе нужна рыба ага хочет что-то еще отлично сейчас у нее будет рыба из меня одежда это это через 7 серий такими темпами ребят вы будете ходить в своих рваных лохмотьях еще очень и очень долго а тем временем наша деревушка уже имеет 33 жителя причем 14 из них мещане охренеть охренеть так нам нужно будет уже склад скоро добавлять так смотрим панель ресурсов на рыбку 4 а все здесь есть рыба отлично рыба хватает склад мы удачно установили как раз отовсюду идет единственное лагерь лесорубов лагерь лесорубов им приходится очень далеко бегать за деревом но пока справляются вот эту территорию нам придется выкупать чтобы эти деревья срубать не хочу лесопосадкой заниматься какая-то глупость ну со временем со временем добыча лес есть пока есть можно и поесть назначаем свободных агентов разметить поле вот тебе поле юзай его я думаю хватит два фермера сейчас ребята прибегут как раз поставим двоих на ветряную мельницу и может быть даже закончим эту серию на постройке пекарни правда она требует 300 золота и 20 инструментов я не уверен не уверен что мы с этим справимся повысим сразу до нужного количества закупку что у нас по бюджету ух ты 390 рублей офигеть они потратили 110 на рыбу когда мы ее только ввели доход от торговли еще 20 досок продали продаем доски я думаю можно поставить на продажу и рыбу 44 44 в резерве камень все отлично начинаем торговлю камнем продавать все выше 25 стоит доски выше 15 дерево не продаем все правильно рыбу давай продавать продавать все выше 20 класс 15 инструментов 300 зол то есть один инструмент 20 зол офигеть дорогое дорогое удовольствие обязательно будем производить его потом если это возможно потому что это очень затратное дело постоянно покупать статус ферми растинг растет что ли растинг извините не знаю перевода а кстати нужно сюда добавить пшеницу а сюда добавим хлеб все что у нас по резерву 59 ну в принципе хватает я думаю нет смысла пока ставить четвертую или пятую хижины рыбака пока справляется вот этот безработный только меня смущает насильщик здесь один опа посланник требует нашей аудиенции что опять дружище отправьте 30 ягод давайте в этот раз королю поможем мы помогали духовенству духовенству помогал своим людям ну теперь придется королю что что он дает золото все одинаковое количество дает ну у нас есть 30 ягод 46 здесь понятно на складе должно быть 30 ягод чай быстро наберут запасик изичное задание на самом деле ну так вот пускай поработает собирателем тоже ну ребят я вам все оооо пошло дело пошел засев вот они развегают стоп в нормальную скорость красота ну блин надо было не знаю срубить эту траву для начала что ли покосить ее чтобы здесь было чисто поле а это что такое ну как то вы ребята это не профессионал подходит к делу то как то глупо слушайте они все поле будут засеивать что ли все которое я выделил мне кажется они не справятся вдвоем я то выделил чисто чтобы давайте пока так вас поле исчезло да ребята в этой игре все вот так неприятненько увеличим до тройки с рыбой все в порядке по деньгам успеем ли пекарню произвести да слушайте у нас деньги текут рекой по бюджету 300 ух ты 576 профицит расход а 315 на обслуживание 1020 на торговлю 535 мы в плюсе в плюсе причем таком солидном на 90 монет есть есть пекарня пошла пошла родная так вот здесь вот сейчас пекарня все пау поехали у людей будет хлеб людям что нужно хлеб и зрелище хлеб будет а зрелище ну блин надеюсь тут есть что-то для них такое посмотрите посмотрите на эту красоту это какая-то антенна для вызова инопланетной жизни алло алло мы земля земля прием прием космос космос есть кто там прилетает инопланетная тарелка и убивает всю нашу деревню грустная судьба короче дружище задолбал пока нам не надо ничего то так бесконечно будешь наши ягоды раздаривать ну несите уже в склад в амбар ну че да беда домой понес я не знаю как с этим справиться честно говоря с их очень мега логичностью с тем что они делают наконец-то обратно возвращаем ягоды и все у нас хорошо у нас 400 монет мы достраиваем пекарню на этом серию заканчиваем далее покупаем новую территорию и выстраиваем новую торговую новую производственную цепочку сыроварни молочная ферма сыроварня и возможно даже начнем производить свою одежду линию одежды от Рейзленд от Рейза такие знаете лучики будут солнышко такое бездельники тут на самом деле находятся у них пока пшеницы нет пшеницу надо еще достать наверно все-таки надо было увеличить зону ух ты быстро косит так и поскольку вы будете заносить с такой площади а по по 8 пусть ну блин грустенько разве разве отлично продается покупается склад уже заполнен соточка это я так понимаю максимум по камню ну вот блин камень никто не хочет покупать на торговле камень здесь кстати никто не покупает каменные блоки а ну вот каменные блоки за 5 только да Мед за 40 Стекло за 50 Офигеть цена Здесь классно продавать Винишко Вино на самом деле везде классно продавать Здесь вообще 160 Здесь кстати это Ягоды покупаются Тут получается Экономическая стратегия Не очень сложная, но она интересная То есть выгоднее всего К примеру ягоды продавать здесь То есть сюда нет смысла вообще продавать ягоды В этот городок А рыбка Рыбка и тут и там по десяточке стоит Здесь вообще 4 Ну это надо построить еще Конечно Ткацкий станок Хижина ткача Мастерскую портного вообще Он производил Ужас Ужас Какие огромные линейки производства В принципе у нас все рядом Вот эта Мельница Заработала Все Отправлять сигнал в космос Алло Алло Всем жителям других планет Государство Рейзленд Ждет всех в гости Быстрее достраивайте Ребята У вас все есть Осталось достукать Так И сразу Пока Чтобы не забыли Чтобы следующую серию Начать На хорошей ноте Продуктовую лавку Поставим У нас будет Такой вот Рыночек Прикольный Ткань Есть вообще Ткани нет Пока Без ткани Ту-ту-ту-ту-ту Продуктовый Начать строительство Здесь будем продавать хлеб Написано Сбор урожая Но Собирать-то нечего Все пусто Будем надеяться Что что-то Они собирают Из воздуха Из воздуха Производят пшеницу Мне в принципе Это устроит Прекратить миграцию Вода Может быть Лучше сюда поставить Еще один Колодец Прямо сюда Чтобы Воду Не нужно было Далеко таскать А на рыночек Мы устанавливаем Продажу Хлеба Назначаем Работника Торговец Почему-то Левел торговцев Не растет Не будем С этим даже Спорить И проверим Часовеньку Можно ли Нам нельзя Никого Хотя 20 человек Заходят туда Никто службу Не ведет И что-то Они там делают Просто сидят Болтают Кто-нибудь Уже выйди на сцену Скажи Я приз Я приз Я хочу Я буду проповедовать Аллилуйя Чтобы все было хорошо Аллилуйя Чтобы у всех было Все И пшеница росла И хлеб Я не знаю Там Из муки И воды Превращался В огромные Ржаные булки Чтобы Ягоды никогда Не кончались Вода текла Рекой Как вино Точнее Вино как вода Вот Все было Прекрасно Может здесь Уже можно Так Торговец Плотник Натюй Слесорог Камечек Клесничий Пекарь Фермер Дояр Нет Нельзя А если К духовенству В духовенство Отправится Церковь Малая каменная стена Монастырь Все бестолково Интересно Следующий Следующий Серий Ну что ж Закончили мы Сегодня Очередную Цепочку Построили Рыбацкие Хижины Ну напишите В комментариях Нужно ли Уже Достраивать Большее Количество Я пока Не вижу Честно говоря Смысл В этом Большого Оп Все Пошла Вода Пошла Мука Пошла Работа Здорово Также Установили Производство Хлеба Через Производство Пшеницы Дальше Она Ветряной Мельница Мельница Перемалывается В муку Далее Ну опять таки Все несется на склад И со склада Все идет в пекарню Где мука При помощи воды Вот из этого колодца Превращается в хлебушек Далее Это все несется Вот сюда Вот На этот рыночек И вот уже хлеб Прот Йоу Так Тут Ягоды 16 ягод А здесь Три хлеба Пока что Три хлеба Ну-ка Рыбку Рыбка покупается Блин Не пишется Видимо Не покупается Значит Людям нужен хлеб И ягоды Пока Прикольно Ну-ка Чего Жителям не хватает Ну вот Я не могу дать Жителям веру Потому что Не работает Может быть После перезагрузки Это сработает Я прочитаю Может быть Вы мне подскажете Как назначить сюда работник Вот и Не могу переносить Вроде бы достаточно Но не хватает Не хватает Людям Здесь вообще Здесь вообще красная Вера И тут красная Может быть Радиус не подходит Они живут там Будем разбираться В следующей серии Спасибо что были с нами До новых встреч До новых встреч В третьем эпизоде Где Произведем Новую Производственную линейку До Сараварда А может быть И Портнова А кто знает А кто знает Знаю только я Как пойдет Как будет настроение И По желаниям наших граждан Что больше Их будет интересовать А также возможно Построим Деревянный мостик Вот сюда Где возможно Будет наш дом Хотя хотел я Жить вместе с людьми Но они что-то недовольны Я им блять Часовню построил А вот А ну это Ну вот у нее почти Нехватка веры И у этой Тоже нехватка веры Свиноты вы какие-то Блин Построил вам огромную Часовню Вы недовольны 20 верующих Может не хватает Может на каждую Часовню Определенное количество То есть у нас 20 верующих Из 41 Может нужно еще одну В общем Подскажите мне В комментариях Всем спасибо за просмотр До новых встреч